И с Абекеля сейчас будет еще один суперфинал, о котором вот в международной сети интернет вообще говорят больше всего. Много здесь сравнивают, где сильнее состав участников. Ну вот, допустим, в прыжках в высоту у женщин, фантастический состав участников. По объективной причине нет одной единственной кайсы Беркеса. В этом забеге на 3000 метров, ну кого можно было бы возжелать, я даже не знаю. Ну, Эль Геруш мог бы украсить, наверное, но он вообще в этом сезоне не выступает. И, действительно, все, кто можно, все здесь есть. Этого под именем Стефан Чирона, он выступал за команду Кении. Вот он. Он 15 стартов подряд выиграл на 3000 метров с препятствиями. Он мировая звезда в этом виде. Он рекордсмен мира, чемпион мира двукратный в беге на 3 километра с препятствиями. Здесь он осваивает новый для себя вид. Это тоже большое имя в мировом спорте, особенно в европейском беге на длинные дистанции. Элистер Ян Крэг, чемпион Европы, действующий 2005 года, выиграл в Мадриде. Рядом с ним Тарико Бекеле. Это младшенький. Тарико Бекеле в 19 лет превысил результат своего брата в беге на 5 километров. Брат Кениса рекордсмен мира на 50-километровой дистанции. 53-й стартовый номер. Тарик Мубарек Тахер, бывший Деннис Санг из Кении. Ему всего лишь, друзья, 16 лет, и он 8 минут 16 секунд. Выдающийся результат имеет в беге на 3000 метров с препятствиями. 436-й стартовый номер. Халил Аккас, Турция. Чемпион всемирной универсиады. Рекордсмен своей страны. Внимание, сейчас перед вами появится Кениса Бекеле. Рекордсмен мира, как я уже говорил. Олимпийский чемпион. Чемпион мира. Кениса Бекеле. Который впервые в жизни выступает на земном чемпионате мира. И очень хочет выиграть, не скрывая своих амбиций по этому поводу Кениса Бекеле. Очень-очень известный бегун. Ну что можно сказать. Не хватает ему только золотой медали чемпионата мира в беге на 5000 метров. Но я думаю, что все еще впереди. Тот самый Кенис Бекеле, который, выходя из аэропорта Домодедово в Москве, подошел и потрогал снег. Для него это крайне удивительно, что... Элиут Кипчога, чемпион мира в беге на 5 километров. В 2003 году, в июле, он установил мировой рекорд на 5 километров среди юниоров. 12 минут 53 секунды. Через месяц никому неизвестный молодой человек приехал в Париж на чемпионат мира. И там выиграл и у Эльги Ружа, и у Кениса Бекеле. Это что-то было невероятное. Вот это немножко анекдотическая вещь, потому что Тарико Бекеле совершил фальстарт. Вот будет смешно, если на 3 километра кого-нибудь дисквалифицировали. Саид Саид Шахин выступает за команду Катера с 2003 года. Буквально за месяц перед чемпионатом мира он сменил имя, сменил гражданство. И после этого выиграл 24... Не, 15 даже я сказал. 24 подряд забега на 3000 метров препятствиями. Саид Саид Шахин в этом сезоне ставит... Вот он сейчас справа на ваших экранах в белой маечке, в красных трусах, вот в глубине. За команду Катера выступает. В этом сезоне собирается выбежать из 3 минут 30 секунд в беге на полтора километра и установить мировой рекорд в беге на 5000 метров. В этом летнем сезоне в Саид Саид Шахин, по крайней мере сейчас, планирует выступить в основном в гладком беге. Вот такой неожиданный поворот событий. Ну, Пижонский достаточно он заявил, сказал, а что мне, собственно говоря, делать в стипле? Я уже все в стипельчезе выиграл. Лидирует у нас сейчас представитель Ирландии Элистер Эйн Крэг. Вот он точно так же на чемпионате Европы прошлого года встал во главу лидирующей группы. Точно так спокойно с первым дистанцию и закончил. Ну, относительно спокойно. Здесь, конечно, ему легкой жизни никто не обещает, потому что, ну, посмотрите сами, в спину дышат Ильют Кипчоги и Кенниса Бекеле, два чемпиона мира. Что касается Кенниса Бекеле и его родного брата Тарику Бекеле. Вот Тарику сейчас бежит вторым. Стартовый номер его 130. Вот мы его видим в профиль. Кенниса шаг в шагом за своим братом. Родились они в городе Бекой. Там же, откуда родом знаменитая легендарная олимпийская чемпионка Дерарту Туду, сейчас оба живут в Адис-Абебе, в столице Эфиопии. Кстати, вот, Ольга, Кенниса Бекеле Тарику Бекеле. Что имя, что фамилия? Ребус. Ну, наверное... С подвохом вопрос предотвестан. Да, вопрос точно с подвохом. Не будете отвечать? Не буду отвечать. Но на самом деле... Мы уже много раз говорили, что, бог его знает, что там фамилия, что там... В Адис-Абебе, в Адис-Абебе, все четко. Об этом позже. Сейчас Слесаренко. Елена Слесаренко. И это уже рубеж 1 метр 90. Начаемся на беговую дорожку. Разгадка Ребуса. По правилам Эфиопии. По правилам Эфиопии. Первое, фестнейм, это имя. А второе имя, это имя отца. Имя отца, да. Отца, да. То есть это не фамилия. Что у нас происходит на беговой дорожке? Вот через несколько секунд бегуны приблизятся к отметке 1000 метров. И тем бега, я вам скажу, совсем невысокий. Итак, 2 минуты 43,12 секунды. Это такой легкий прогулочный бег. Павел Науф, россиянин, пока что замыкает группу. Для него эта скорость вполне, вполне комфортная. Он может, что он чуть-чуть подобраться, потому что все-таки последним бежать, ну, не так удобно, как в долбе участников. Результат 2,43 на первой тысяче метров говорит только о том, что нам предстоит потрясающе интересный второй километр. И третий километр особенно. Я не сомневаюсь, что где-то на отметке 1800, может быть, 2100, 200 метров эту лидирующую группу кто-то начнет разрывать. Кто-то предпримет резкий рывок. Потому что отсиживаться до конца здесь нельзя. В этой группе 5-6 человек, обладающих фантастическим финишем. И если в таком же темпе будет складываться борьба, то я не знаю, у кого еще шансы лучше. Бекелли здорово финиширует. Но он здорово финиширует на фоне общей усталости, когда все наелись. Когда бегут на 8 минут, а даже на 8-10, финишировать быстро будут все без исключения. Здесь у нас любопытные изменения, потому что вы сами все видите. Я не сомневаюсь, вы узнаете этого парня. Кенниса Бекелли выходит вперед, оглядывается. Я не сомневаюсь, что он ищет взглядом своего родного братца. Но брат, вот он бежит уже сейчас какой? Шестой, пятый, прошу прощения, отстает. Кенниса Бекелли чуть-чуть-чуть раскощегаривает эту группу. Видно невооруженным глазом. Темпега возрастает. Наверняка немедленнее 30 секунд сейчас пробегают каждый круг участники. Именно поэтому Павлу Наумову становится очень тяжело. Он уже метров 30, а может быть даже 40 проигрывает Кенниса Бекелли. Вот таким сидящим, сидящим на стуле бегом, немножко отклонившись назад, немножко зажатым в плечах, бежит у нас Саид Шахин, бывший Стефан Черомана. Нет, вызывает. Она выше своего отца. Отец ростом метр девяносто два. Так что и прыгать должна выше. А что вы говорите? А мужская сила где? А женская прыгучесть, а женская грация? У нас интересный... Это мне нечего возродить. Ольги Богословской. Вы понимаете, друзья, о чем речь. Итак, у нас очень интересные события. И Леут Кепчоги, и рядом с ним Кенниса Бекелли. В спину дышит Саид Саид Шахин. Я могу сказать, что ему-то сейчас, по-моему, тяжелее всех из этой троицы. 6.16 на отметке 2400 метров. Вот смотрите, первую тысячу прошли за 2.32, вторую за 2.32. Чувствуете разницу? Бекелли выходит вперед. За ним Леут Кепчоги. Открытие сезона 2003 года. В принципе, Элистер Иен Крэг тоже здесь, рядышком. И Тарику Бекелли тоже еще пока что не отстает безнадежно. Смотрите, Кенниса оглядывается, ищет глазами брата. Ищет, ищет, но не находит. Тарику тяжело. Точно так же они вдвоем бежали год назад в финале чемпионата мира в Хельсинке. Посмотрите, как возрастает скорость резко. Никто, я думаю, не сможет поддержать. Саид Шахин уже из последних сил, а бежать еще, друзья, довольно много. Элиут Кепчоги пытается поддержать этот отрыв. Резко, резко пошел вперед рекордсмен и чемпион мира Кенниса Бекелли. Нет, не сдается. Мне очень нравится, как бежит Саид, Саид Шахин. Не сдается. Он гораздо выше ростом своих соперников. Хватит ли ему скоростной выносливости. Он, вы знаете, даже чуть-чуть сокращает отрыв. Наверное, поздно он понял, что поздно начал финишировать. Бекелли увидел, что его догоняет Саид, Саид Шахин и решил просто прибавить. Результат будет не очень высокий, но значения никакого не имеет. Великий, выдающийся Кенниса Бекелли. И вот первый титул. Потрясающий финал по именам. Второй финиширует Саид, Саид Шахин, другой рекордсмен мира. Третьим Элиут Кепчоги. Ну и Павел Наумов. Одиннадцатый. Одиннадцатый, да. Ну. Ну это истинное положение дел. Ну, трудно предположить, что все-таки он будет соперничать с старикой из Кенниса Бекелли. Две тридцать девять тридцать два. Это получается, что за две минуты двадцать четыре секунды последний километр. Вот это, вот это да. Умеет бегать этот молодой человек? Нечего тут сказать. Кенниса Бекелли выигрывает свой первый зимний титул. На самом деле, его карьера пока что складывается максимально тху-туху благополучно. Наследник славы Хайли Гебреселаси. Вот Гебреселаси десять лет назад появился. До 2002 года выигрывал все без исключения, но потом зашла новая звезда Кенниса Бекелли.